Здравствуйте! Может быть кто-то из моих зрителей посетит когда-нибудь Норвегию? Это Королевство Фьордов. И достаточно интересная информация представлена в журнале «Вокруг света» по поводу Норвегии. Королевство Фьордов – страна полуночного солнца, земля троллей, как только не называют нашего скандинавского соседа. В Норвегию спешат в основном ради неземных пейзажей, свинцово-серебряных фьордов, завораживающего северное сияние на мысе Нордкап, покоряющих своим суровым величием водопадов. Но это, конечно, не единственное, чем может похвастаться эта удивительная страна. Возьмите на вооружение наши подсказки, не пропустите самое интересное. Куда сходить? Во-первых, музей Контики на полуострове Бютей в Осли. Самый любопытный экспонат – плод Контики, на котором в 1947 году легендарный тур Хейрдал пересек Тихий океан. Здесь собраны суда и предметы со всех его экспедиций. Фатухи-Ван, Ра и Ра-2, Тигрис, путешествие на остров Пасхи, по подобию пещер с Пасхи создана 30-метровая выставка пещер. Музей открыт круглый год. Добраться до него можно на пароме или на автобусе номер 30 из центра города. Что дегустировать? Конечно, лютефиск – легендарное блюдо потомков викингов. До сих пор разжигает жаркие споры одним. Оно кажется оружием массового поражения, другие почитают лютефикс как деликатес. Готовится он так. Трескуш сушат, размягчают в воде и замачивают в растворе щелок. Получается полуфабрикат, который можно хранить очень долго. Перед подачей рыбу вновь вымачивают в воде и отваривают. Выглядит она в итоге словно желе. Подают ее обычно с беконом, тушеным зеленым горшком, картофелем или козьим сыром. Возможно, лютефикс вам покажется не по вкусу, но зато вы попробуете истинно скандинавское блюдо. Как передвигаться по стране? Можно и на арендованном автомобиле, или в общественном транспорте. Дороги отличные. Но вот сложный гористый рельеф к этому не располагает. В Норвегии прекрасно развито внутреннее авиасообщение. Зимой самолету чуть ли не единственная возможность добраться до населенных пунктов, расположенных на островах или заборными перевалами. Что посмотреть? Бесспорно фьорды. Эти суровые, прорезающие северные берега Норвегии и заливы – визитная карточка страны. Каждый фьорд по-своему уникален. Гейратгерд фьорд знаменит самыми высокими живописными водопадами. Согнев фьорд считается самым протяженным фьордом в мире. Кардангерфьорду устраивают паломничество весной, когда цветут роскошные фруктовые сады, простирающиеся вокруг фьорда. Что нельзя пропустить? Один из самых излюбленных путешественниками маршрутов – дорога троллей. Тролстинген, которая берет свое начало у Гейрангерфорда. Эта дорога была построена в 1936 году. Серпантином она обвивает крутой горный склон и проходит через гору Колпак Тролля. Троллядхатта – приют, хижина в стране троллей. И даже церковь троллей. Как пощекотать нервы? Совершить восхождение на один из ледников Норвегии – Остфонна, Йостдальбреен, Свартисен или Хевгефонна – это настоящие кусочки уцелевшего ледникового периода. Ледники уже несколько тысяч лет находятся в постоянном движении, и именно поэтому ландшафт страны постепенно меняется. Восхождение опасно, но, бесспорно, оно станет одним из самых ярких впечатлений от поездки. Главное – выберите спутники надежного гида. Как сэкономить? Норвегия привлекает туристов суровой красотой скандинавских перерезажей. А МТС заботится о своих абонентах в роуминге. Потерялся телефон – звоните в колл-центр операторам. И вам заблокируют старую сим-карту и бесплатно поставят новую туда, где вы отдыхаете. Баланс пути – пополните его с помощью банковской карты и без комиссии, и платы за интернет-траффинг. С выгодными опциями МТС можно экономить на мобильной связи. Ну, это, в общем-то, реклама уже пошла. Да, здесь не то. Что покупать в подарок? Дешевый и практичный сувенир из Норвегии, вязанный шерстяной севитер с традиционным орнаментом – лучшая ручная работа. Вязанием на спицах норвежцы занимаются со Средневековья, и занятие это никогда не выходит из моря. Причем фабричная вязка не в почете. Норвежцы охотно сами изготавливают одежду для друзей и родных. Если сувениров нужно много, можно подобрать милые вязаные шапки, варежки, шарфы и носки. Вот такая вот интересная информация для тех, кто путешествует по Скандинавии. До встречи на канале PTV100. Смотрите меня обязательно. Я в ближайшее время планирую проводить такие акции, что ли, конкурсы на знание вопросов географии или истории. Вот только в этом ролике я об этом сказал. Других пока об этом я не говорю. Так что смотрите меня. До встречи.